Комментарии матча для начала. Ожидали ли вы сегодня от кардинала такого боя? Есть проблемы с составом? Проблемы с составом. Мы одинаковые. Мы по проблеме с составом друг за другом повторяем. По игре, конечно, ожидали. Кардинал – это серьезная команда. Их вообще практически нет команд. Но те команды, которые есть, они все серьезные. Поэтому мы настраиваемся на любого соперника. Тем более сейчас с нашей, так скажем, невыразительной, мягкой, невыразительной игрой. Сегодня все-таки мы победили. Но, слава Богу, спасибо ребятам, что молодцы. Но двоякое впечатление. С одной стороны молодцы, с другой стороны очень нехорошо. По игре неважно. Первая четверка наша сегодня сыграла, опять так, мягко, не очень хорошо. С чем это связано? Объяснить это необъяснимо. Необъяснимо. Сразу говорю. Необъяснимо. Потому что ошибки одни и те же. Это все-таки нехорошо. Ну, мы работаем, стараемся. Ребята стараются. В принципе, на тренировках и на игре совершенно разные люди. Вот это что плохо, понимаете. Человек должен то, что нарабатывать на тренировках, переносить в игру. Да, ну там, допустим, чуть-чуть специфический зал для нас. Да. Мы, у нас чуть другой там, побольше. Поэтому тяжело. Ну, мы знали и уже неоднократно здесь играли. Я думаю, что зал-то может быть какие-то пять процентов играет на то, что на технический какие-то. Ну, я считаю, что человек технический, который мыслит на поле, ему все равно в каком зале играть. Просто надо делать правильно. То есть правильно открываться в мини-футболе. Если ты на долю секунды раньше стартанул, ты уже получил мяч, естественно. Поэтому ни один супер-спринтер тебя не догонит. Потому что это все идет два-три метра. Поэтому на это, так скажем, не будем мы делать какие-то там нарекания, вот что там в зал. Нет, это все ерунда. То есть мы знали, что кардинал хорошая команда. Мы готовились, но по моментам мы создали немало, они создали немало. Поэтому такая равная игра. Просто мы использовали больше моментов. Значит, какой-то сыграл, может быть, класс наших отдельных футболистов. Поэтому мы и победили. В принципе, ну, я еще раз скажу. Ребята все равно молодцы. Как бы оно ни было, сейчас у нас тяжелый период. Очень много травм, очень много психологической такой... Психологически немножко тяжко там все это перестраивается, заново наигрывается. Там новые люди и тому подобное. Поэтому стараемся, работаем. Надеюсь, все-таки, мы придем к тому, к чему мы хотим. У Леонрини, это был первый попер в вашей команде? Это вообще первый гол в его чемпионате. Ну, я имею в виду в чемпионате. Ну, ждем. Ожидали, конечно. Ждали от него. Вот он сегодня забил четыре мяча. Молодец, я его поздравил. То есть, легионер, который приезжает играть на Украину, должен быть на порядок выше украинца. Он легионер. Ну, надеемся, надеемся, что наши вновь прибывшие... Вновь прибывший легионер все-таки займет место в основном составе именно так. Жестко, четко. И будет делать погоду. Результат. Ждем. Он где такой недавно приехал? Ну, как недавно. Уже два месяца он у нас. Ну, вы знаете, как адаптационный период. Там лето, тут зима. Все равно. Они очень долго приходят. Те, кто, скажем, не играл. Но он играл в Российской Суперлиге. Поэтому, правда, полгода был без игровой практики. Но я думаю, что... Надеюсь, что он уже начал показывать в хорошей футболе. Скажите, появление фанатов на 15-й минуте добавило сил к Урагану? Именно как раз после этого было забито два гола. Ну, наши фанаты, да, много нам помогают. Молодцы. Мы с ними тесно сотрудничаем. Но, как показывает практика, Ураган дома и Ураган на выезде – две разные команды. Опять-таки скажу, объяснить это невозможно. То есть, может, это все-таки заключается в фанатах и зрителях, которые приходят. Но это плохо. Я считаю, это плохо. Команда должна играть на результат на выезде и дома одинаково. Поэтому... Ну, фанаты, да. Фанаты у нас хорошие. И атмосфера, когда мы играем дома, вы знаете. Серьезное. Поэтому мы всегда за то, что они нас поддерживают, приезжают. Вот это за последнее время первое их появление, которое сломал этот стереотип, они приезжают не на фар, как говорится. Знаете? Но не надо искать мозг в одном месте, его там нет. Поэтому все зависит от нас. А они просто нам помогают. Они как пятый, шестой полевой на поле. Вернее, пятый полевой. Пятый полевой на поле. Поэтому им отдельное огромное спасибо. 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 Спасибо.